всем привет сегодня я хочу вам рассказать как подключить интернет на планшете в котором нет возможности вставить сим-карту ну естественно если вдруг у вас нет роутера который бы раздавал этот интернет конкретно в этом случае будет использоваться 3g модем Huawei E1550 ну и планшет для того чтобы модем распознался на планшете его сначала нужно перевести в режим только модем для того чтобы он не определялся как microSD card reader и CD-ROM на котором установлены драйвера делается это с помощью посыла AT команды модему эти AT команды для разных модемов могут быть разные вы можете загуглить конкретно под свою модель можно это сделать с помощью каких-либо программ в которых вам непосредственно нужно ввести эту AT команду но есть программы которые имеют зашитую эту AT команду и сразу при нажатии кнопки просто автоматически переводят в режим только модем вот собственно я нагуглил список AT команд для разных модемов конкретно для модемов OWE E1550 AT команды вот они нам нужна AT команда девайс в режиме только модем вбиваем ее в это поле программы DC Unlocker которая служит для разлучки модемов и нажимаем Enter все модем получил эту команду и переключился в режим только модем для того чтобы в этом удостовериться отключим модем подключим заново и вы можете сейчас наблюдать что больше CD-ROM и card reader не видно значит они отключены ну а модем собственно говоря вот он перевели в режим только модем теперь можно установить программное обеспечение на планшет заходим в play market нужная нам программа называется ppp widget они существуют разные то есть разные версии конкретно содержащие драйверы под нужный нам модем методом опыта я узнал что это вот это вот красненьким ярлычком она у меня уже установлена хочу сказать что в отличие от разных приложений многих это кстати вводит в ступор здесь нету кнопки открыть программу нету потому что это виджет то есть есть возможность только удалить и смотрите зайдя ярлыки она также отсутствует нужно перейти в в окно виджетов и найдя именно то что нам надо вот она перенести уже на рабочий стол теперь мы уже при этой программе и можно подключать модем подключить модем мы сможем с помощью утг кабеля сейчас модем будет определяться видите программа уже реагирует на модем сейчас я отключаю вай-фай для того чтобы модем заработал в зависимости от того какого оператора вы используете и собственно какой модем и какой стандарт вам нужно будет ввести некоторые некоторые данные такие как номер дозвона и точку доступа точка доступа здесь ну моего оператора интернет а номер дозвона здесь по умолчанию был звездочка 99 3 звездочки единица решетка и с этим номером дозвона у меня не заработал интернет поэтому я поменял на более стандартный там есть еще третий который когда-то использовался телефонами samsung ну сейчас вот практически всеми модемами используется звездочка 99 решетка вбив эти две необходимые графы мы можем уже подключить непосредственно наш модем и выйти в интернет вы видите надпись подключена мы уже в интернете вот и можно наблюдать в правом верхнем углу уровень сигнала модем засветился интернет работает для того чтобы убедиться в этом мы зайдем на страницу которая позволит нам определить скорость работы сети сразу отмечу что модем на прием работает максимум 36 мегабит в секунду старый модем старый стандарт на отдачу он работает еще меньше 384 килобит в секунду поэтому конечно супер скоростей здесь ожидать не стоит но интернет в принципе есть этого уже может быть достаточно сейчас страница до конца загрузится можно приступать к тестированию скорости вот такая прямо скажем не очень скорость связано еще это конечно также с тем что у меня в принципе дома не очень работает но интернет есть страницы открываются можно присоединить конечно и модем более быстрый главное это результат получения интернета какой модем и какая скорость это уже вторично в данном случае таким образом мы получили с вами интернет на устройстве на котором в принципе не предусмотрена возможность своего собственного интернета то есть он получает либо по wi-fi этот планшет либо вот в данном случае с помощью трижема дема давайте отключим режим ADEM и сделаем вот что подключим USB сетевую карту данная сетевая карта не требует вообще никаких драйверов для планшета для андроида и она сразу же при подключении кабеля с интернетом автоматически начинает работать во первых это сразу видно по индикатору работы USB сетевой карты очень удобно никаких драйверов подключиться можно к кабелю мало ли что может случиться с роутером и интернет сразу будет вот вы видите Wi-Fi выключен и в левом верхнем углу появился индикатор показывающий скорость работы в интернете можно ради интереса протестировать скорость по работе этой USB сетевой карты с компьютером я уже делал отдельное видео можете посмотреть тестами конечно эта сетевая карта не блещет ну зато у нее есть очень большое удобство что ей не нужны никакие драйверы ей вообще ничего не нужно у нее нет никаких шнурков то есть может просто лежать про запас на всякий случай стоит копейки и всегда может выручить подобным способом как сейчас вот таким образом завершился тест и можно видеть что интернет на этом устройстве есть без всякого Wi-Fi и дополнительных сторонних устройств таким образом мы с вами рассмотрели два случая получения интернета на устройстве где изначально такой возможности не предусмотрено оценивайте видео подписывайтесь на канал обязательно будут еще видео о разных девайсах если есть вопросы можете задать их в комментариях постараюсь ответить на них всем спасибо и до новых встреч p the 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 Продолжение следует...